Друзья, всем привет! Сегодня мы рассматриваем окончание ладья и пешка против двух легких фигур. Напомню, что было в предыдущем видео, я рассказывала, что две фигуры обычно сильнее ладьи и пешки в дебюте и в середине игры, когда ладья ограничена еще своими пешками и не может играть в полную силу. Тогда главная цель игроку, который играет с двумя легкими фигурами, быстренько создать атаку на короля и постараться его замотовать, чтобы не доживать до эншпиля. В эншпиле ладья с пешкой обычно сильнее двух легких фигур, особенно если есть проходная пешка или возможность создать проходной пешки. Причем, чем дальше проходная пешка от центра, тем лучше. Итак, посмотрим, как здесь черные реализовывали небольшое преимущество и удалось ли им здесь победить. Белыми играл Рейтси против Боголюбова. Ход черных, ладья b4, напали на пешку, белые защитили, а теперь пока что не торопятся черные вести свою пешку вперед. Для начала нужно усилить положение своих фигур. Король f7, слон h4, ладья b1, конь c4, нападение на пешку. Король e6, слон g3, ладья c1, тут такая небольшая ловушечка. Если конь пойдет на e5, давайте вы в комментариях напишите, как надо на ход конь e5 играть черным, для чего они отдали пешку на e5. А я вам в комментариях потом отвечу. А конь e5, белые сыграли, ладья a1, конь c4, прогоняют коня назад с активной позиции. Здесь, кстати, по той же самой причине тоже нельзя было забирать конь e5. Конь пошел на e3 и опять, наконец-то пешка начала двигаться вперед. А теперь белым нужно наладить взаимодействие своих легких фигур, для того, чтобы пешку остановить она не прошла во ферзи. Для этого они подводят короля из-под связки, уводят a4, конь c2, ладья b3, слон b4. Так пешку удалось затормозить на поле a4. Пока что дальше она не идет. И теперь цель у черных, раз пешка сразу не прошла, нужно создать еще одну слабость на другой части доски у белых. Для этого они надвигают свои пешки королевского фланга, играя h5. Слон f8, g5, h3, иначе сейчас пешка еще и на g4 придет. Ладья c3, король d2, ладья b3, король e2, повторили ходы, ладья b2, король d2, ладья b1. Так, ладья пришла, хочет сзади напасть, видимо, на пешку. Король e2, ладья c1, король d2, ладья f1. Напали на слона, грозим поставить такой шаг. Но пока что слон c5, белые как-то смогли и пешку остановить, и свои пешки вот так вот косвенно не защищают, что пока что ладья их съесть не может. Ладья f4, король d3, ладья f7, с другой стороны попробуем нападать. В принципе, черные ничем не рискуют. Слон e3, ладья d7, шаг, ладья g7, и все-таки снова у нас появляется угроза пойти g4, поэтому белые не выдержали и пошли g4 сами. Но это не самая лучшая была идея, поскольку появляется слабая пешка на h3. Черные играют h4, да, очень часто у нас крайние пешки идут куда-то далеко вперед для того, чтобы ослабить пешку, которая стоит перед ней, в данном случае на h3. Слон c1, ладья c7. Напали на коня, ладья b7, грозим пойти, ладья b3. Отдали пешку, да, на g5, но зато образовалась еще одна проходная пешка, и вот уже две проходные пешки у нас явно две легкие фигуры не удержат. Король b4, а3, конь а3, ну и здесь проще всего решает жертва ладьи, ладья а3, там на король а3, h3, и слон пешку остановить не может, черные в итоге побеждают. Тут у нас такая очень техничная получилась позиция, 27 ходов, а Боголюбов реализовывал такое небольшое преимущество, и, конечно, не всегда можно довести такую партию до победы, но надеюсь, что, увидя пример, как можно это реализовать, вы будете иметь более четкое представление и более четкий план во время партии, когда у вас попадется какая-нибудь похожая позиция. И думаю, что это видео в любом случае было вам полезно, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, а если вы хотите более глубоко изучать шахматы, то записывайтесь на индивидуальные или групповые занятия, подробная информация в описании к видео. Всем пока!